Аааа, и ты свои культяпки тоже в него засунул, да что с вами не так? Они жрут спанчбоба. Полнолуние! Кажется, время для страшных анимаций, леди и джентльмены. Ха-ла всем, с вами как всегда Фокснео, и сегодня мы посмотрим на жуткую, кринжовую и просто омерзительную дичь по различным мультфильмам. В общем, то, что вы так сильно любите. И я очень надеюсь, что вы уже поставили лайк под этот видос и подписались на мой канал, потому что без этого вас, скорее всего, съест какой-нибудь оборотине-зомби или другой мракобес. И не будем долго тянуть, посмотрим, чего вы там наприсылали мне. И начнем мы с видосов, которые нам прислал Матвей. Ну выбирай, криповый губкобоб или любитель дедишек Вонка! Так, вот второй меня не очень интересует, а вот криповый губкобоб, вот это вот уже интересно и в моем стиле. Давайте посмотрим на это. И, кстати, небольшая пауза. Если у вас на заметке тоже есть какие-нибудь страшные анимации или типа того, то обязательно подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, потому что там частенько проходят такие вот интерактивчики. И поехали. Анимация называется Секретная Формула, мать его. Ну это... Лучшее, наверное, начало для видео, которое только можно себе придумать. Вот вы, люди, которые случайно там через рекомендации попали на мой канал, на это видео, вот впервые, вы меня до этого никогда не видели, вы вот зашли посмотреть на какие-нибудь анимации страшные. Вот что вы чувствуете прямо сейчас? Напишите в комменты. Это какая там секунда ролика? Охренеть можно. Я такого дерьма не ожидал уж точно в самом начале увидеть. Обычно в начале присылают что-то лайтовое. То, как чувак свои зубы себе в глаза запихивает. Вот что-нибудь такое. Не сильно страшное. А тут просто какая-то жесть, еще и со Спанчбобом. И при чем тут, собственно говоря, секретная формула? Страшно спросить. И до меня только сейчас доперло, что у него его губка прилипла к варочной панели. Твою мать. Какая же это крепота. И тут три минуты этой крепоты. Охренеть. И там на фоне еще есть какая-то озвучка. Какое-то повествование. То есть здесь еще и сюжет есть. Просто замечательно. Давайте я субтитры включу. А субтитры здесь просто шикарные. Массы. Они не могут насытиться. Они хотят большего. Секретная формула. Эм. Фу. Он добавляет свою губку в красти крабы. Вот какая секретная формула красти крабов. Ну спасибо за то, что вы просто не извели. До сраных атомов мое детство. А я не смогу после этой анимации смотреть спанчбоба. С прежними эмоциями. Вот мне будет мерещиться вот это дерьмо. Он будет добавлять сыра. Я буду думать, что это кусок его губки расплавленной. Заранее заготовленной. Мистер Крабс. Мистер Крабс. Я делаю это, мистер Сквидорд. Это губит меня. Мальчик. Может быть немного больше этой секретной формулы. Нет, спанчбоб. Так хорошо, мистер Крабс. Это как тебе нравится? Божечки ты мой. Если честно, вот когда я вижу такие анимации, я не очень хочу их досматривать. И даже вам показывать не очень хочется. Ну потому что это объективный пи***. Вот. Есть такие кринжовенькие, смешные, страшные анимации, как бы парадоксально это ни звучало, после просмотра которых ты угарнул и забыл. Есть страшные, но философские анимации с различным скрытым смыслом. А это просто непроходимый пи***. А как это еще по-другому назвать? Никак. Еще две минуты этого дерьма терпеть. Я даже не знаю, как это комментировать. Это просто ужас. Нееет, свою мать, он засунул руку прямиком в гребаного кубоба. Ааааа, прям изнутри всего разрывает, какой-то кошмар. Я не буду переводить, что они там говорят, это не важно. Они просто какой-то бред несут, я не думаю, что там есть какой-то смысл, потому что это просто случайный набор слов. Ааа, и ты свои культяпки тоже в него засунул, да что с вами не так? Они жрут спанчбоба. Это хуже фанатских фанфиков по спанчбобу. И да, правило интернета номер 853358. Никогда, ни в коем случае, ни при каких условиях не читайте фанатские фанфики по спанчбобу. После этого ваша психика никогда не вернется в прежнее положение. Я могу прочитать их за вас. Я уже это сделал. Если мы соберем, скажем, 10 тысяч лайков под этим роликом, то я покажу вам фанатские комиксы и фанфики по спанчбобу. Так что все в ваших руках. Кстати, не нужно этого делать, я серьезно. Ну а мне нужно досмотреть этот просто катаклинический звездец. Ох, твою мать. А такое вообще можно показывать? Вот в какой запретной теме это можно отнести? Это же просто мультфильм. И спанчбоб это губка, которая самовосстанавливается. То есть ему насрать, он даже ничего не чувствует. Ему это нравится, судя по всему. Видишь, он спрашивает. Вам понравилось? Было хорошо? Охренеть. Я хочу, чтобы у меня глаза вытекли и обратно уже не затек... Какой кошмар. Но это на удивление хорошая пародия на всякие криповые моменты из спанчбоба. Но, если честно, я очень пожалел, что я это сегодня увидел. Это, наверное, худший видос на сегодня. Надеюсь, ничего подобного сегодня мы больше не увидим. Все. Что там в конце будет? Я уже просто домотаю. А, все, он поболтает и черный экран. Замечательно. Это был просто несусветный кошмар. Надеюсь, что я забуду об этом как можно скорее. И надеюсь, что те 9 миллионов человек, которые посмотрели это, тоже забудут об этом, как о страшном сне. Идем дальше. А дальше у нас видосы, которые нам прислал никто. И, нет, я не шучу. Посмотрите. Никто и ничто прислало нам кучу видосов. Вот, про это слышал каждый. Ну, тогда это мы смотреть не будем. Почувствую ностальгию. Нет, я на прошлом видосе начувствовался. Спасибо. А вот зря, очень зря, вот это звучит хайпово. Вот это вот мы и посмотрим. Это фанатская анимация по фиксикам? О, привет, Нолик. Привет, ты... Чё? Я встречал фанатские анимации по Маше и Медведю, по Смешарикам. По Смешарикам особенно много. Но вот по фиксикам я встречал лишь парочку. И они были низкосортные. А тут прям чуваки запарились и нарисовали полноценную анимацию. Которая у нас называется... Димыч съел Нолика пародия. Видимо, пародия на фиксуликов. Ну, хорошо, ладно. Она еще и с русской озвучкой. Просто невероятно. Спрашиваешь... Вот так. Я не хотел этого видеть, но... Я не совсем понимаю, на кой хрен он сожрал Нолика. Привет, Димыч. Тут Нолик не пробегал. Он опять взял мой помогатор без спроса. Без комментариев. Я, кстати говоря, понимаю, что у них там происходит. Ребята, это, кажется, то самое дело о фиксе дури. Кто понял, тот понял. Но мне интересно, чем все это добро закончится. Нет! Окей, это было неожиданно. Мне стало еще интереснее, внезапно. Что за херня? Вот, да! Жиза! Что за херня? Произошла только что. Ну, нам не соврали. Он действительно сожрал Нолика. Причем Нолик, видимо, из какого-то титана. Я не знаю, как он его переживал, но пару зубов он потерял. Б**ть, что я наделал? Б**ть, что я наделал? Вот, ю д**ть! Оооо, тут еще и запикивать придется. Просто замечательно. А ведь все начиналось, как такая миленькая детская фанатская анимация по фиксикам. Ну, и нет. Фиксики не пальцем деланные, мать его! Дим Димыч! Что это за слома? Ох, ты маленький гаденыш! Мне страшно представить, что она с ним сделает. Охренеть, вот это сюжетные повороты. Ну, слушайте, если у этого чувака прям много серий подобных анимаций, это даже можно было бы заценить. Бедный Нолик. Я буду свободен от всех цепей. Что же херня? Это, видимо, у нас конец. Эээээээээээээээээээээээээээээээ... О-о-о-о-о-о-окей! Это было странно. И забавно. Я бы не сказал, что это страшная анимация, но это была хорошая разрядка после первой анимации по... Спанчбобу, да, я до сих пор ее не забыл. До сих пор у меня перед глазами мелькает время от времени. А Иван нам прислал милого котика. Спасибо тебе огромное. Вот надо было прислать мне милого котика после того, как я посмотрел анимацию по Спанчбобу. И вот ссылка странновато выглядит, что-то она мне напоминает. Окей. За, наверное, 20 или 30, а то и больше видосов, меня впервые зарекролили. Это новый опыт на меня. Не знаю, как реагировать. Поставлю еще один лайк под это видео просто. Да, идем дальше. А дальше у нас Артур, который прислал нам целый плейлист видосов. Это у нас плейлист от одного из моих любимых упоротых авторов, которые пилят страшнючие анимации. Сейчас должно быть весело. Это у нас анимация об отеле Хасбине, а точнее о его худшей версии. Версия, которую фанаты отеля Хасбина, наверное, захотят забыть как можно скорее, потому что здесь будет происходить что-то настолько неадекватное и безумное, что отелю Хасбину и не снилось. При всем его безумии. Я все еще не могу отойти от анимации со спанчбобом. Я смотрю эту анимацию, а вижу вот этого вот спанчбоба, который растекся после того, как его обожрали со всех сторон. Черт. Не, ну это значит пора вызывать дурку. Тем более, что эта анимация у нас закончилась. Сейчас я позвоню в дурку и все будет хорошо. Какой у нас там номер дурки? А, замечательно. Алло, да, это дурка. Да, я опять посмотрел страшную анимацию. Че, через две минуты будете? Замечательно, как раз успею ролик закончить. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите увидеть больше таких видосов. Ну, а с вами сегодня был Фокс Нео и... О, уже прибыли. Увидимся.